Ну, поскольку мы теперь знаем, какие факторы нужны для роста митохондрии, да, то что делать с окислительными мышечными волоками, которые мы увеличили в размере? Надо ли их специально тренировать, чтобы митохондрии росли? Вот я хотел вам показать, что какая здесь особенность тренировки силы окислительных мышечных волок. Вот, смотрите, я рисую опять как бы мышцы, и в этой мышце есть миофибрилы. И в окислительных мышечных волокнах вокруг каждой миофибрилы очень плотный слой митохондрии. Но этот слой как бы один, он не может быть два-три слоя. Вот каждая миофибрила притяна митохондриями, и только так и может быть. Спрашивается, а как увеличить запасы митохондрии в окислительных мышечных волокнах? Невозможно. Поэтому, сколько ни бегай трусцой, быстро все равно не побежишь никогда, олимпийским чемпионом не станешь. Это все знают по обществу личному. Но с другой стороны, мы же придумали вариант тренировки, когда в окислительном мышечном волокне могут появиться новые миофибрила. Новые миофибрила. То есть мы создаем каркас какой-то металлический такой, да, как в здании, а вокруг него могут быть наращены квартиры, комнаты, митохондрии. Вот оказывается, как только увеличили силу окислительных мышечных волокнах, нарастили митохондрии, миофибрилы, да, то вокруг них начинает образовываться новый митохондрия. Автоматически растет аэробная возможность. И поскольку это парадокс и удивительная вещь, мы это специально в лаборатории проверили. Значит, группа наших сотрудников, студентов занималась два раза в неделю, здесь делала на виоэргометре, на пульсе 120. Я точно знаю, эффект будет ноль, ничего не будет. Сам катался в контрольной группе. А другая группа тоже самое делала на виоэргометре, но еще вот приседала со штангой, вот по методу, который здесь мы описали. Причем она так приседала, один раз в неделю в развивающем режиме и один раз в тонизирующем, чтобы поддержать концентрацию гормонов. И тогда вот в этой контрольной группе ничего не случилось. Аэробный порог как был на месте, а аэробный как был на месте, так все и осталось. Пусть ничего не поменялось. Через два месяца тренировки. А в экспериментальной группе через два месяца на 20% сила выросла и на 20% потребление кислорода на уровне аэробного и аэробного порога. Так что мы таким образом экспериментально показали, что эта идея работает, она справедлива. Поэтому увеличиваешь силу, а аэробные возможности сами вырастут, потому что вы на ковре ввозите, боретесь, а аэробная работа ведет. Но чтобы еще больше добавить, вот рекомендую специальные тренировки уже для быстрых мышечных волков, для гликоритетиков. Так что вот на сегодняшний день наиболее красивый результат получился вот с этим 10 по 10. И я вам рекомендую это регулярно использовать в тренировочном процессе. Так. А? Проходи. Что? Там практически нет отдыха. Вы отжали, сразу подтягиваете, отжали, сразу подтягиваете. Поэтому очень умножко 5 минут позже. Причем даже так было. Мы обследовали еще национальную команду дзюдоистов и пригласили биохимика. И ребята тестировались на руках и на ногах, на виллергометре, спринты всякие делали. В итоге потом они в конце должны были сделать 10 отжиманий, 10 движений для живота всего по 100 раз. Мы взяли кровь до и после этого упражнения. Оказалось, они пришли после спринта на ногах. У них в крови концентрация ее на плодороду была, PH, да? 7,21. Это так, как будто бы они только что поборолись, довольно хорошо была нагрузка. Теперь они сделали 10 отжиманий и 10 упражнений для живота. И так 10 раз подряд. По 100 штук для живота и для рук. Стало 7,36. Это ужасно покойно. Вот он сделал это упражнение, тут же второй раз берут кровь, а как-то они просто восстановились. То есть от такой работы мышцы отдыхают, убирают иены водорода, все уничтожают. Мышца восстанавливается. И таким образом, как бы она продышалась. Внутри нее все иены водороды уничтожены. Из организма тоже все иены водороды ушли. Так что это 10 по 10 хорошие средства не просто, так сказать, для увеличения митохондрии. Но если у вас была тяжелая борьба, сделайте так, чтобы человек восстановился. Вот сделайте 10 по 10, он у вас восстановится тут же в течение ближайших 5 минут. Он будет готов к следующему сражению. Даже на соревнованиях может быть такую штуку надо устраивать. Была тяжелая борьба, очень человек сильно закиснулся. Что надо делать? Отжаться 10 раз, 5 раз подряд. И он очухается, и будет нормально. Сначала на менее ценных педагогах, на тренерах, я думаю. Вот такая штука. Ну я бы мог рассказать, как это делается в циклических видах спорта. Допустим, на уровне анаэробного порога надо работать. Обычно эту методику предлагают. То есть, в принципе, можно в циклических видах спорта использовать вариант для увеличения аэробных возможностей, как это говорят. Но я сразу предупреждаю, что люди, которые про это пишут, ничего не понимают, ни физиологи, ни биохима. И поэтому они там что-то такое пишут, но это все полуправда. Что они рекомендуют? Найти анаэробный порог. А что такое анаэробный порог? Они это понимают как смена одних процессов на другие процессы. Это тоже вранье. Там никуда ничего не меняется. Вот я могу нарисовать такой столбик и сказать человеку, надо работать на уровне аэробного порога. Это будет означать, что вот эти вот окислительные мышечные волокна, они все включены. Вот человек работает только этими мышечными волокнами. Вот тогда он работает на уровне аэробного порога. А потом он должен включить какую-то порцию гликориотических мышечных волокон. И вот они будут образовывать лактат. А куда он девается? Он должен попасть в окислительные мышечные волокна и там скушаться. Вот если такой баланс есть, лактат образуется, съедается, образуется, съедается. Вот тогда это устойчивое состояние, предельно устойчивое, называется анаэробным порогом. Вот на этом анаэробном пороге человек может полчаса работать, ничего с ним не случится, он будет живой и невредим. У него будет в крови 4 миллимоля на литр. Если он быстрее будет двигаться, то он быстро начинает закисляться и останавливаться. Это уже соревнования начинаются. Вот. Вот этот кусочек мышцы, где окислительные мышечные волокна, он вообще не тренируется. Сколько ты там не бегай марафонов, как они были, так я не останусь. А вот этот кусочек, который вы включили в работу, вот он тренируется. Вот там начинает наращиваться митохондрия, потому что нет сильного закисления, кислорода много, начинается процесс улучшения. Через 1,5-2 месяца у вас вот эти вот гликолитические мышечные волокна превращаются в окислительные. И вы можете повысить скорость бега, включить новую маленькую порцию гликолитических мышечных волокон. И теперь их мучаете еще 2-3 месяца. Они превращаются в окислительные, вы новую порцию включаете и так далее. Вот опытные специалисты и опытные тренеры, они тоже этого не понимают, но они знают. Чтобы вывести человека на пик спортивной формы, нужно где-то 3-4-5 месяцев. Тогда вся мышца может превратиться в окислительные. Это допустимо, это возможно сделать, только надо вот так вот медленно, спокойно двигаться. К сожалению, у людей не хватает терпения медленно, спокойно двигаться. Они начинают устраивать прикидки, какие-то жесткие тренировки. Устроил жесткую тренировку, вот такая мышца была хорошая, все окислительные. Устроил жесткую тренировку, раз, вот эти превратились в гликолитические. Вторую жесткую, раз, гликолитические. Что осталось? Ничего. Форма потеряна. Опять начинает медленно уходить в активную форму, опять улучшает, улучшает. Вроде все в порядке. Но участвовал в соревнованиях опять раз, а еще я думаю, что это не будет. И вот так вот скачет, скачет в течение всего соревновательного периода и никак не может высленно открыть в последний момент. А главная проблема, это вот закисление, уничтожение мегафонов. Виктор Николаевич, может быть мы сейчас зайдем.